Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии вынесет сегодня приговор Радавану Караджичу. Ну наконец-то. Бывшего лидера боснийских сербов обвиняют в геноциде, убийствах, преследованиях мирных граждан. Всего 11 пунктов обвинения. Все преступления, которые ему вменяются, относятся к периоду боснийской войны первой половины 90-х годов. В то время Караджич занимал пост президента и верховного главнокомандующего самопровозглашенной республики Сербска. Сейчас она входит в создав Боснии герцеговину. Прокурор требует для Радавана Караджича пожизненного заключения. Лидер боснийских сербов в 13 лет скрывался от международного правосудия. Спецслужбы Сербии арестовали его в пригороде Белграда в июле 2008 года. Почему я и сказала, что наконец-то сколько времени прошло, это не значит, что желают Караджичу жесткого приговора. Соратники Караджича уже прошли через Гаагский трибунал. Виновными в геноциде признаны 4 человека, бывшие командиры армии боснийских сербов. Один из них приговорен к 35 годам заключения, остальные к пожизненному. В самой республике Сербская Радаван Караджич стал национальным героем. И многие надеются, что он будет оправдан. Он наш первый президент. Если вы спросите меня про Рад Камбладича, он величайший сербский герой за последние десятилетия. 99,9% сербов в республике Сербская ожидают, что Гаагский трибунал освободит 24 марта Радавана Караджича. Если там будет хоть какая-то справедливость, то это произойдет. Я восхищаюсь и ценю Радавана Караджича. Это человек, у которого были энергия и характер, чтобы повести за собой людей. Я уважаю его, потому что он пожертвовал своей собственной жизнью и своей семьей ради одного. Выживание республики Сербской. Не имеет значения, что я говорил о нем раньше. Это то, что я думаю сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.